Текавы лёзы и героичный боевый шлях. Семён Феофанович Падафёдов, ветеран Великой Чыной Войны, отзначая 100 годзи. Кандидат философских навук, уминулым загадший кафедры Гродзенского медуниверситета, зараз удельник ветеранской организации Ленинского района Гродно, особистый юбилей с устракая широким колом. Прымаючая веншование от близких, коллег и знакомых, уродженец вёски Советская Чемкенская в области Казахстана, узгадывая, что у Гродня, юнживе с 1957 года, и лечить гэты мирной пире своей биографии одним из самых счастливых. Татьяна Гришук сустрелыся с юбиляром. Семён Феофанович Падафёдов был усягод 22, когда он стал командиром гарматной батареи стрелкового полка в складе полночного Каукасского и 1-го Украинского фронтов. Его война нападкала угрозным. В складе стрелковой дивизии пройшов Польшу и Украину. Удельнича у шматляких вызволенших кампаниях от прахи до Берлина. Закончание войны супало с 25-ти годзем хлопца. Перамогу Семён Падафёдов сустрел под Прагой. 8 орденов и 24 медалей за заслуги перед Айчиной майор Падафёдов был угонорован самыми высокими узнагородами – Утымлику орденом Айчиной войны и орденом Червоной Зорки. Значение победы, причём это всемирно-историческая значимость, состоит в том, что разгромом германского фашизма советский народ предотвратил порабощение цивилизации, порабощение человечества германским фашизмом. Житёвая история и боевый шлях ветерана войны, кандидата философских навок Семёна Феофановича Падафёдова, поважанного Гроденца, соправды героичные. Не глядяши на свой золотый узрост, он застаётся активным грамадянином своего города и щирым педагогом для молодого поколения. Семёна Феофанович постоянно сотрудничает с нашей гимназией, неоднократно приходил к нашим учащимся, проводил беседы, принимал наших детей в ряды БРСМ и пионерской организации. Ходить к людям, которые освободили Ленинград, победили войну, являлись ветеранами труда и являются. Это для меня очень большая честь, и мне очень приятно знать таких людей. Так отрымалось, что сё лето у Семёна Падафёдова великий особистый юбилей. Былому фронтовику вспомнилось 100 годов. Уласная падея означается угод 75-ти годы перемоги в Великой Ачиной войне. И в этом супаде не сам юбиляр не бачит ничего взвыше натурального. На два рот с радостью принимает в Веншаванне и новый пашпорт, который было решено уручить до Гожихаро областного центра, продолжает рихтоваться до 9 мая Дня перемоги и будет планы на будущую.